Продолжение следует... Как я назвал реле ЕЛ-11, горят как спички. Вот, собственно, они и так и горят как спички. Вот аналогичная ситуация, это у нас АВР цепей управления нашими водными автоматами. Вот наш водной автомат, метасол. Вот у нас первый ввод. И вот у нас автомат на втором вводе. Также между двух рабочих секций установлен межрекционный автоматический выключатель. Так вот, здесь собран АВР на питание цепей управления этих самых автоматических выключателей. Нормальный режим, это у нас цепи управления питаются от первого ввода, то есть от первой секции. Когда мы секцию выводим в ремонт, например, то у нас срабатывает АВР и питание цепи управления осуществляется со второй рабочей секции, где, соответственно, есть напряжение. Вот, сейчас вот я включил автомат цепи управления первой секции. Реле контроля у нас загорелось, горит зеленая лампа, и реле переключилось, и цепи управления у нас работают. То есть напряжение на цепях управления у нас имеется. Что, собственно, видно и по индикации. Вот один включен, вот два включения, цепь зоник у нас отключен. Далее мы сымитируем отключение, то есть пропадание напряжения на первой секции. Оп, реле контроля фаз на первой секции у нас обесточилось, и схема цепи управления должна запитаться у нас от второго ввода. Здесь у нас есть напряжение, вот у нас реле контроля фаз второго ввода, и горит зеленый светодиод, символизирующий о том, что здесь и чередование фаз, и уровень напряжения соответствуют. Но, как вы уже видите, я здесь вот отбросил два конца, схема у нас по факту не переключилась. То есть реле-то у нас горит в готовности, как будто оно свой контакт 2526 замкнуло, но на самом деле нет. Нет индикации. И нет, соответственно, управления нашими вводными и секционными автоматами. Вот, смотрите, это нормально закрытый контакт, замкнутый и разомкнутый. Включаем питание, реле встал в готовность, замкнутый, разомкнутый. То есть ничего у нас не поменялось. Реле не переключило свой контакт. В 15-16 как был замкнутый, так и остался. А 25-28 контакт у нас не замкнулся. Соответственно, схема у нас не заработала. В общем, вердикт здесь простой. Это уже не первый раз. Реле будем менять. Кстати, здесь реле я уже менял. Видите, здесь вот еще имеется маркировка КВ-2. А здесь ее нет. Это реле я уже как-то менял. Ну, а менять, соответственно, будем реле на аналогичное. ЕЛ-12М-15 от Меандр. Реле подключается у нас аналогично. Фаза А, Б, С сверху подключается контроль. Здесь выставляется выдержка времени. И здесь имеется у нас два переключающих контакта. 11-12-14. Первая, так сказать, часть. И вторая. Нам достаточно использовать один нормально открытый контакт у реле. Ну, я использую, например, какой-нибудь ближайший. Это у нас будет 11-14. Вот сюда подключу нашу выходную пару. Вот, в принципе, и все. Сейчас это реле я отключаю и меняю на другое. Схема здесь простецкая. Все, то есть... Это наши три фазы. Здесь напряжения нет. Не переживайте, автомат у нас отключен. Они питаются вот отсюда. И снимаем саму реле. И всегда тянемся. Оп. Вот и все. Здесь удобнее было подключить реле на весу. Потому что она там установлена вглубь. И не очень удобно дотягиваться и попадать в отверстие. Поэтому сейчас вот я подключил. В соответствии с фазами. Ну, давайте сразу пока проверим. Пока не подключил я выходной реле. Выходные контакты. Вот. Сеть горит зеленая реле, горит то, что реле замкнуло свои контакты. То есть реле работает. В очередование фаз мы попали. Ну, и подключил наши вот эти выходные контакты. Открытые у пары 11-14. Вот, в принципе, и все. Так, сейчас мы его вот сюда поставим. Так, и надо защелкнуть там. Все. Реле у нас установлено. Ну, и давайте опробуем. Включаем первый ввод. Схема управления у нас, цепь управления у нас питается сейчас с первого ввода. Включаем второй ввод. Так, включили, в общем, оба ввода. Реле у нас К1, К2 подтянуты. Оба реле контроля фаз у нас в рабочем состоянии готовности. И отключаем первый ввод. Оп. К2 у нас осталось. И смотрим нашу индикацию. Индикация работает. Давайте включу питание на первом вводе. Оп. Включил. Питание цепи управления переключилось на первый ввод. Давайте сейчас опять отключу. Оп. Еле моргнуло. Это и был момент перехода. Ну вот, в принципе, и все. Вот такое было небольшое видео. Опять-таки, из раздела будни электрика. По замене вышедшего из строя реле контроля фаз ЕЛ-11. Вот реле и автоматика. Уже неоднократный выход его из строя. На реле контроля фаз ЕЛ-12М-15. Вот компания Меандр. Кому оно понравилось, обязательно ставьте лайки. Если у вас есть какие-то вопросы, то спрашивайте в комментариях. Ну, на этом, пожалуй, все. Ну, а всем спасибо за внимание. Ну, а с вами, как всегда, был Дмитрий, я автор канала Заметки Электрика. До новых встреч. До новых встреч.